Строительство медпунктов, ковидного госпиталя, реконструкция ливневок. Общественные предложения по улучшению жизни ульяновцев передали губернатору представители Общероссийского народного фронта. Активисты регионального отделения контролируют реализацию национальных проектов, мониторят проблемные моменты и общаются с жителями. Я только за хорошее плодотворное взаимодействие. Критика хорошая воспринимается, и это очень важно. И в этом ключе особая роль отходится. Поэтому будем совместно двигаться. Преемственность будет сохранена. В этом году региональный штаб подготовил 31 предложение. Касаются они здравоохранения, образования, экологии и благоустройства. Предложения активисты сформировали по итогам мониторингов и проверок. Так, например, фронтовики предложили акцентировать внимание власти на строительство многофункционального ковидного госпиталя. Ситуация с заболеваемостью остается высокой. Плюс общественники предлагают вплотную заняться строительством фешерско-акушерских пунктов. Понимая обстановку в регионе, у нас порядка 400 ФАПов. И чисто арифметически, если говорить о строительстве и реконструкции этих ФАПов, то нам для того, чтобы обновить все ФАПы, понадобится не менее 40 лет. То есть 10 в год. Конечно, это очень мало. Это то, что требует особого контроля и, соответственно, выделения федеральных средств. Также активисты предложили усилить контроль за своевременной сдачей в эксплуатацию социально значимых объектов. Например, школы в Димитровграде на 1100 мест. Стоит позаботиться и о ремонте дорог и тротуаров, особенно рядом с образовательными учреждениями. Благодаря проекту ОНФ «Дорога в школу» общественники регулярно проводят рейды совместно с представителями ГИБДД, городской администрации и родителями. Такие проверки должны свести детскую смертность в результате ДТП к нулю. В нашем региональном реестре находится 50 школ, где вот есть такие опасные моменты, которые мы их курируем и не снимаем с контроля, пока они, в общем-то, не будут доведены до конца. 10 объектов образовательных организаций находятся в федеральном реестре. Это те объекты, где были совершены дорожно-транспортные происшествия с наездом на пешеходов. Глава региона поблагодарил активистов за помощь и отметил, что правительство рассчитывает на их помощь в дальнейшем мониторинге.